Диана, что за фильм мы сегодня смотрели? Мы сегодня смотрели фильм «Мост в тирамбите». Это фильм семейный фэнтези, и там очень много приключений. А когда он вышел? 15 февраля 2007 года. Он очень хорошо прошел в прокат, и всем зрителям очень сильно понравился, и привел большой доход. Он очень-очень-очень крутой. Мне так понравился, что он, мне кажется, один из самых моих любимых фильмов. Он был снят по книге Кэтрин Паттерсон «Мост в тирамбите». Она посвятила дружбе ее сына и его подруге Визахил. Ну, я люблю драмы, я люблю драматические сюжеты, и поэтому мне очень сильно это все нравится. Ну да, он очень трогательный. Режиссер этого фильма – Габор Чупа, которому сейчас 64 года. Первый, первый герой – это Анна София Роб, которой сейчас 23 года. И Дёша Харчисон, которому сейчас 24 года, и вы его еще знаете. Он снимался в «Голодных играх». Игра актеров мне очень понравилась. Тебе понравился фильм? Да. Понравился, а почему? Потому что мне понравилась дружба мальчика и девочки, потому что такая дружба бывает не всегда. А про что картины? А то о фантазии мальчика и девочки, как они совершили путешествие в фантастическую страну. Почему фильм называется «Мост в тирамбите»? Потому что они сами придумали это название. Почему? И переправлялись по канату. Первый факт заключается в том, что действия повести, которые делали этот фильм, происходило в 1977 году. В фильме «Действие отмотано на 30 лет вперед». Этот фильм снимали в Новой Зеландии. Я знаю, что этот фильм ты смотришь уже не первый раз. Этот фильм очень цепляет, очень сильно. Прямо за душу берет и как-то мило смотреть на дружбу мальчика и девочки. Это очень хилло. И сам фильм по себе интересный. И я знаю немножко про актрису Анну Софию. Я знаю, что она также снималась в фильме «Чарли. Шоколадная фабрика», что еще она занималась гимнастикой, и из-за этого она начала карьеру актрисы в раннем возрасте. Я узнала, что она певица и то, что саундтрек фильма в ее исполнении. В этом фильме обыгрывается настоящая дружба между двумя детьми примерно нашего возраста. Это еще раз доказывает, что настоящая дружба существует. Только главное подобрать друга, который будет тебе подходить по характеру и по интересам. Я бы посоветовала фильм всем своим друзьям, неважно кому, хоть девочкам, хоть мальчикам, да даже взрослым людям, по-моему, будет интересно смотреть.